В Кустанайской области начала прибывать гуманитарная помощь для жителей пострадавших от пожара. В Оликольском районе открыли три пункта приема и выдачи. Их разместили в спорткомплексах. Туда привозят груз со всех уголков страны. На месте работает наша съемочная группа. На прямой связи репортер КТК Денис Брагин. Денис, как я сейчас понимаю, ты находишься в одном из пунктов приема гуманитарной помощи. Расскажи, что в основном привозят и в чем больше всего нуждаются пострадавшие. Камила, здравствуйте. Сейчас мы находимся в поселке Аулиеколь на территории спортивного комплекса Булашак. Здесь базируется один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. Его открыли в воскресенье. В тот же день сюда прибыли первые автокараваны. По словам организаторов, за три дня работы приняли 245 машин со всех регионов республики. Сейчас тут есть все, в чем нуждаются пострадавшие. На территории этого спортивного комплекса три ангара. Сейчас стою внутри одного из них. Как видите, помещение буквально завалено коробками. В них лежат продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярские товары и многое другое. Ради интереса мы выборочно посмотрели несколько пакетов молока и конфет. Все свежее. Распределяют помощь местные власти и волонтеры. По их словам, наибольшим спросом пользуются макароны, хлеб, масло, зубная паста, мыло, туалетная бумага и подгузники. Три дня назад здесь, в связи с положением в нашем районе, с чрезвычайным положением, был создан штаб, как видите, это первый склад, который находится, здесь пребывает в первую очередь продукты питания, также средства гигиены, канцелярские товары, вещи и медикаментозы. Суды сфере личности, они подходят к нам, получается, пострадавшие наши жители. Также список предоставляет сельский аким. В соседнем ангаре и на улице рядом сложены вещи и десятки пар обуви разных размеров. Сотрудники пункта говорят, далеко не все вещи новые, тем не менее нуждающиеся с благодарностью берут абсолютно все. По словам волонтеров, в первую очередь, необходимым обеспечат погорельцев, оставшихся без крова. Их около двух тысяч. То, что останется, раздадут малообеспеченным семьям. Всего в Аулея-Кольском районе три пункта приема гуманитарной помощи. В регионе продолжают тушить природные пожары. Хочу отметить, что сегодня здесь резко снизилась температура воздуха. Термометры показывают 25 градусов, но по ощущениям гораздо холоднее. Однако спасателям это не мешает. По данным МЧС, общая площадь пожара остается на отметке 43 тысячи гектаров. Сколько именно пострадало лесного фонда, специалисты будут выяснять, когда полностью ликвидируют все очаги. Наша съемочная группа продолжит работать на месте. Пока у меня все. Камила. Денис, спасибо. Напомню, съемочная группа КТК находится в Кустанайской области в эпицентре пожаров. Денис Брагин выходил в эфир из пункта приема гуманитарной помощи.